Для того, чтобы принять участие в субботнике, нужно лишь хорошее настроение и желание. И то, и другое у меня есть, как и у участников. Участники акции – ученики средней школы номер 20 и номер 17 города Бреста. Кроме привычной уборки опавшей листвы и бытового мусора на субботнике, ребята пробовали себя в роли садоводов-любителей, сажали деревья. И не обычные, а фруктовые. Помощниками в этом деле стала компьютерная академия «Шаг». Инициативу поддержал Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Когда мы, молодое поколение, приучаем к труду, в том числе показываем личным примером, как это делать и как это на самом деле происходит, и мы видим, что с этих ростков растет потом будущее, как деревце прививается, так и молодой человек прививается, и вырастает потом что-то крепкое такое. Я считаю, что для нашей страны, молодой страны, это действительно очень важно работать так с молодым поколением. Уже сегодня, после своеобразного субботнего ликбеза, ученики могут смело утверждать, что посадить дерево для них не проблема. И что немаловажно, именно в процессе экологических челленджей ребята начинают задумываться о важности подобных мероприятий и о своем вкладе в такое нужное и значимое для города дело. Я узнала, что лучше отмечать, чтобы дерево не заболело, не плодоносило больше. Ты помогал всем, и ты, получается, оставил свою частичку души. Мои дети в будущем будут, например, здесь учиться, и им будет приятно смотреть на мои труды, что я и мой класс садили вот эти деревья. И наоборот, будут еще меня благодарить. Ребята приняли активное участие в эко-челлендже «Фрукты в каменных джунглях», потому как каждому хотелось оставить свой след в истории как школы, так и города. Эту акцию мы проводим для того, чтобы каждая организация города тоже задумалась поучаствовать в этом челлендже, назовем это таким образом. И это не такие огромные, скажем, временные средства, вот-то и финансовые, но пользы от этого больше, чем можно себе даже представить. Кроме брестских школ, месячник по наведению порядка активно поддержали и представители администрации, сменив привычные костюмы на рабочую одежду. Экологическая акция по посадке деревьев и наведению чистоты проходила в разных частях города. Территории городского сада, Брестской крепости, Ковалева и других мест облагораживали и приводили в порядок. Мы решили поучаствовать силами администрации района непосредственно во главе с главой администрации, челом Васильевичем Дашкевичем, поучаствовать в высадке деревьев на территории нового микрорайона вдоль улицы Луцкой. Этот участок новый, здесь мало еще зеленых насаждений, требует озеленения. Вот мы и решили как-то совместить приятное с полезным. Любое дерево посаженное, это экология, это память. Я 41 год назад, когда окончили школу, около школы посадили олеев и березок, уже не верится, что пришущие деревья. Наверное, тут когда-то вырастут. Брест долгие годы сохраняет статус зеленого города не только за счет усилий коммунальных служб, но и благодаря его жителям. Экологические акции продолжатся до 12 ноября.